3 декабря также международный день инвалидов. Сюжет о людях с ограниченными возможностями здоровья сегодня показывают все телеканалы. На национальном телевидении эта тема поднимается регулярно. В нашем эфире есть две программы о людях с ограниченными возможностями. Спор для всех и проект такие же. Остановимся подробнее на последнем. Программы такие же. Это реалити проект о людях с ограниченными возможностями здоровья. Герои выпусков жители нашей республики. У каждого своя история, своя трагедия. Но они не унывают, не замыкаются в себе. Наоборот, многие могут служить примером и для здоровых людей. Ведущий программы Павел Никитин. Несколько лет назад в результате несчастного случая повредил шейный отдел позвоночника. Физически он прикован к инвалидному креслу. Но его активной деятельности не мешает даже такая серьезная инвалидность. Павел – идейный вдохновитель общественной организации «Свобода». Молодой человек проводит множество мероприятий, как внутри группы, так и более масштабные. К примеру, в 2013 году он был координатором от Чуваши во Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе». Тогда молодому человеку с ограниченными возможностями здоровья удалось вывести нашу республику в лидеры акции. Павел был приглашен в Кремлевский дворец и награжден почетной грамотой Минприроды России. Трудности – не повод отчаиваться. Нужно иметь смелость жить. Желаю всем найти свое место в жизни, определиться, найти единомышленников и идти вперед. Верьте в себя. С вами был Павел Никитин. До встречи. В следующей серии вы увидите, насколько чебоксары соответствуют требованиям программы «Доступная среда». Мы протестировали пандусы, установленные на входе в общественные места. Смотрите проект «Такие же» 15 декабря в 20.00 на Национальном телевидении.